Здравствуйте! Вы смотрите «Персону дня». С вами Юлия Руднева. Мы находимся на 20-м межрегиональном фестивале авторской и патриотической песни «Ламы». Сегодня наш герой – Сергей Войтенко, автор и исполнитель, заслуженный артист Российской Федерации. Сергей, здравствуйте! Привет! Расскажите, пожалуйста, вы на фестивале первый раз сегодня? На этом, да, конкретно на этом, да, впервые. Но мне очень нравится здесь, во-первых, погода, и плюс еще, мне знаете, что нравится? Что здесь горы, такие перепады высот, очень шикарные локации, так что... Вы часто бывали в Ульяновской области? Ну, я помню, я был в Ульяновске первый раз в своей жизни. Это был 16-й Павловский конкурс. И я тогда победил, я взял первое место. Это был третий курс музыкального училища. Это было сколько мне? 16 лет. Не так часто здесь бывают, да, но мне очень нравится. А вы уже успели ознакомиться с площадками? В этом году в первый раз у фестиваля есть патриотическая направленность. Ну, я вообще пишу так, знаете, я пишу песни уже давно, и моя, скажем так, ну, идея моего творчества – это писать песни о человеческих ценностях. А они, по сути, все патриотические, потому что песни о маме, о родине, о папе, о друге, о детях, о природе и так далее – это все. Все про свое, про родное. А как вы считаете, на всех музыкальных фестивалях должна быть патриотическая направленность именно в настоящее время? Я считаю, что патриотическая направленность должна быть всегда, не только в настоящее время. Слава богу, что у нас сейчас это есть, и дай бог, чтобы это никуда уже не девалось. Вспомните Советский Союз. Ну, я там родился, в Советском Союзе. Вот, и я помню, что мы, как мы гордились нашей страной, потому что в каждой песне практически было то, что воспитывает молодежь. Теперь нужно очень достаточно большое количество лет, чтобы опять поменять сознание у всего целого, у целой нации. И этому будет способствоваться, конечно, песня. На вашем счету очень много патриотических композиций. Я уверена, что вы сегодня тщательно выбирали программу. Расскажите поподробнее, с какой программой сегодня выступаете? У меня есть такие композиции, как «Мы с тобой, но и кровь» известные песни, поют все страны. Потом есть песня «Морошка». Я ее называю русской народной песней. Когда объявляю ее, говорю, русской народной песней у микрофона автор. Потому что она разошлась просто неимоверным тиражом. Ее поют практически все народные коллективы и читают ее народной песней. Что еще будет? Будет сегодня песня «Я русский, и русским останусь». Кстати, сочинил я эту песню чуть раньше, чем «Шаман», но у них получилось, поскольку у них есть ресурс. И его песня стала быстрее популярной. Я обязательно сегодня спою песню, которой я очень дорожу. Это «Пишите своим любимым». Я ее написал, когда был там за ленточкой у ребят в гостях, в окопах. Ну и спою, конечно же, обязательно песню про батю и песню, она так называется, «Батя» и песню «Письмецом маме». Как вам удается такие контрастные песни писать? И где вы черпаете вдохновение? Много чего вдохновляет. Конечно же, и люди, которые слушают это, ты хочешь, чтобы тебе твои песни, они дальше жили. Это еще один стимул, да? То есть ты пишешь так, чтобы на века, чтобы не вот сейчас. Один раз и проживал, выплюнул. Если уже делать «Поливок в вечность», то делать его весомо, потому что любой творческий продукт, он все равно рано или поздно найдет какого-то своего слушателя. В прошлом году на вас наложили санкции. А вот какая у вас реакция была на эти санкции? И вот как вы к этому отнеслись? Да я думаю, что любой человек сейчас, артист, порадуется этим санкциям. Значит, признали, значит, боятся. Это четкая работа западной методички. Запад делал это много раз, не один десяток раз с разными странами. Поэтому у нас предстоит достаточно большая работа после того, как мы победим. А я в этом уверен, на 100%. Победа будет за нами в любом случае. Предстоит очень огромная работа. Как сказал наш президент на своем послании, специальная военная операция закончится, начнется специальная воспитательная операция внутри страны. Потому что нам внутри своей страны тоже надо очень много работать с нашими людьми и с нашими гражданами. Потому что кто-то, у кого-то был иммунитет, как, знаете, ковидом никто не заболел, это тот, у кого иммунитет. А кто-то подвергся вот этому перепрошивке вот этой. И мы это наблюдаем, мы это видим, и в нашем народе это есть. Вы планируете принять участие в воспитательной операции, которая будет после победы? И вообще, какие у вас творческие планы дальнейшие? Специальная воспитательная операция в моем случае уже идет. И это идет не только в моем случае, но и в случае моих коллег. Благодарительные концерты у нас обязательно будут. Я надеюсь, что и будет в Ульяновской области такой же проект. Ульяновская область с помощью фронту. Я как раз сейчас вашему губернатору буду представлять эту идею. И возможность, чтобы мы с вашими артистами здесь проехали по городам, и по районным центрам крупным, и сподвигли людей помочь фронту коллективно. Спасибо вам большое за ваши ответы, ваше творчество. Мы будем очень рады вас видеть снова в Ульяновской области, в том числе и с благотворительной программой. Мы с удовольствием примем участие по возможности. Спасибо. 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 Спасибо.